Защитите нас! И я защитил. Сергей Левченко провел в Иркутске большую итоговую пресс-конференцию. Красный губернатор объяснил, почему принял решение уйти в отставку и рассказал, как изменилась жизнь при Ангаре за последние четыре года. Потробности в репортаже Кирилла Викторова. Основной причиной своего ухода в отставку с поста губернатора Иркутской области Сергей Левченко назвал желание остановить поток негатива, льющийся на жителей при Ангаре. Одна из целей уже выполнена. Как вы все заметили, про Иркутскую область стали говорить хорошо. По большому счету ничего не изменилось, но уже все хорошо. Сергей Левченко поблагодарил людей, которые работали рядом с ним, особенно во время разрушительного наводнения, помогали пострадавшим справиться с бедой. И все те, кто работали на местах в основном, значит, из муниципалитетов, местные руководители, и из правительства, из разных министерств, у нас же 200-300 человек там работало вот в постоянном режиме. Они через свой ум, что ли, через свое сердце пропускали эту всю беду людскую. И, конечно, я их должен был защитить, потому что их ругали. За прошедшие четыре года проделана огромная созидательная работа. Экс-губернатор рассказал о том, чего удалось достичь. Цифры, говорящие про рост, рекорды, многомиллиардные суммы и сотни объектов. Мы почти в полтора раза за три года увеличили валовый региональный продукт с одного триллиона до одного триллиона четырехсот тридцати двух миллиардов. И думаю, что в этом году, значит, мы выдержим эту цифру, может быть, даже немножко больше. Это на три с лишним процента выше, чем средний валовый внутренний продукт в Российской Федерации. Сергей Левченко напомнил, что после его победы на выборах в 2015-м многие говорили, что крупные инвесторы не захотят сотрудничать с губернатором-коммунистом и что поток вложений в Иркутскую область сократится. Но время показало, что опасения эти были напрасны. Если в 2015-м году в Иркутскую область вкладывали 206 миллиардов, то и мы занимали 20-е место в Российской Федерации, то за три года до 2018 года мы увеличили почти на 25 процентов, на четверть, и с 206 до 316 миллиардов рублей, которые мы вложили в прошлом году. В этом году темп еще выше. Еще 4 года назад объем госдолга Иркутской области составлял четверть доходной части бюджета. Сегодня долг сократился до 8 процентов. Это один из самых низких показателей в стране. Почти вдвое выросла финансовая поддержка муниципалитетов. В 3,5 раза увеличилось поступление налогов в лесной сфере, а объемы незаконных рубок уменьшились в два раза. Особая тема – социальные объекты. В 2015 году 2,9 миллиарда было потрачено на социальную сферу, на ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт, новое строительство. В 2018 году 8,2 миллиарда. В 2,8 раза увеличилось поступление в социальную сферу. За время руководства Сергея Левченко финансирование дорожной сферы в регионе выросло вдвое. В 2015 году капитальный ремонт проводился всего в 95 домах на всю Иркутскую область. С тех пор число домов с проведенным капремонтом увеличилось более чем в 8 раз. И жители при Ангаре оценили все эти результаты. Кирилл Викторов, Красная линия.